Всем большой привет, мои любимые зрители! С вами, как всегда, Аня, и добро пожаловать на мой канал! Мы продолжаем играть в Avatar World, и сегодня я хочу показать вам новую подборочку секретов и лайфхаков. Также я научу вас делать снег, покажу вам прикольные фишки с фотошопом и монтажом. Будем с вами уже готовиться вовсю к Новому Году, а у нас еще тем более скоро обновление здесь добавит снег. Но, друзья, пока его не добавили, я хочу вас научить, как здесь вызвать снег. Видео будет мега полезным и очень интересным, так что запасайтесь чем-нибудь вкусненьким покушать, несите чаек, кофеек и усаживайтесь поудобнее. Я всем желаю приятнейшего аппетита и просмотра. Давайте начнем с небольшого разогрева, с небольших лайфхаков. Первый лайфхак, который мне подсказали, находится в моем доме, в особняке. Но не только в моем доме, в доме каждого, наверное, из вас, потому что многие живут в особняке. И он находится в этой ванной. Давайте достанем персонажа и достанем еще какого-нибудь персонажа. А, у меня только малыши, друзья. Тогда возьмем соседей. Перетачиваем, допустим, вот этого соседа с апельсином. Я почему-то не знала, но в ванную можно сажать двоих персонажей сразу. И вот такая вот у нас обстановочка романтическая получается. Друзья, это тоже можно использовать для какого-нибудь прикольного мини-фильма или сериала. Да уж, романтика вовсю идет. Мы уснули. Но все равно, друзья, это очень прикольно. И берите на заметку. Выходим из особняка. И следующая локация это супермаркет. Подкину вам идею для пряток. Давайте сюда загрузимся. И надо пролистать самый-самый конец. Нам нужно, чтобы машина уехала. Вытаскиваем все коробочки. Машина уезжает. И мы можем наблюдать вот такое вот большое пространство. Посмотрите, друзья. Здесь, кстати, тоже можно делать клевые фоточки. Снимать небольшие сценки какие-нибудь с персонажами. Но я хочу показать вам лайфхак с прятками. И если мы сюда вот встанем, на улицу, да даже если куда-нибудь туда далеко встанем, то сможем закрыться. Вот таким вот образом. Правда, персонаж мы там виден. Значит, лучше куда-нибудь поближе встать. А если вот сюда я встану? Давайте попытаемся. Ой, наушники видны. Ну все, сейчас нас точно не будет видно. Я их возьму в руку. Может даже не брать, она их не хочет брать. Закрываемся, друзья. И все. Ну как все? По-моему, небольшой кусочек там меня виден. Или это не я, а какой-то там дерево я что-то не запомнила. Тем не менее, такой небольшой прикольный лайфхак для пряток. Что же это было? Да, это все-таки кусочек моей головы. Вот сейчас его точно не будет. Идеально, ребят, наконец-то. Меня полностью не видно. Никаких кусочков. Так что берите эту идею на заметку. А мы будем двигаться дальше. Выходим из магазина. Следующая локация. Это торговый центр. Мне написали то, что здесь тоже можно становиться призраками. Для этого надо будет делать лайфхаки с детьми. Мы заходим во вкладочку с персонажами. Так, а я забыла. У меня уже нет возможности никого создавать. Ребят, я никого создать-то и не могу. У меня же места нет. Только если мы кого-то удалим. Ну что ж, тогда я предлагаю это провернуть на мобильной версии. И я снова в Avatar World, но уже в мобильной версии. Давайте загрузимся в торговый центр. И откроем вкладочку с персонажами. Предлагаю друзьям создать какого-нибудь персонажика. Допустим, сделаем маленького персонажа. Или нет, сначала надо сделать большого. Да, выходим. Ну, по-моему, у меня и был такой персонаж уже. Два близнеца, в общем. Достаем персонажа и ставим лифт. Возвращаемся в редактор. Теперь этого персонажа надо сделать маленьким. И сохранить. Таким образом, у нас получился малыш-призрак. А как это можно проверить? Ну, допустим, что-нибудь передать этому малышу. Что мы можем передать? Вот этот шлем? Возьмет ли этот шлем малыш? Давайте попытаемся. Так, друзья. Я, конечно, не уверена, что что-то получилось. Но буду на это надеяться. Нет, наверное, надо было изначально оставить большого персонажа. Так будет легче малыша найти. Не получается, друзья. Вот, все, по-моему, шлем завис. Да, идеально, друзья. Здесь малыш-призрак. Давайте сейчас попытаемся перезайти в торговый центр. И что, и малыш у нас появился? Где вообще этот малыш там? Ребят, во-первых, у меня, как всегда, полетел вот этот вот редактор. Имейте в виду, когда вы это делаете, потому что у вас полетит он. Телефончик, и вы уже ничего не найдете. И призрак, походу, тоже куда-то уже улетел. Так что, ребят, я вам не рекомендую проверять вот этот вот баг. Он действительно работает, но если у вас все забагуется, то игра может полететь вплоть до полного удаления. Правда, она потом разбагуется. Возможно, на следующий день или даже через два. Но зачем экспериментировать и терять свою возможность поиграть, я не знаю, друзья. Хорошо, что я сейчас играла в мобильную версию. Так что призрака мы также можем сделать в торговом центре, но они здесь исчезают с концами. Потому что, вот, например, на планшете у меня они остаются. Я сейчас снова на планшете, и давайте покажу этих призраков. Вот таких вот малышей я смогла создать в особняке. В этом лифте у меня не получается их сделать, но призраки все равно существуют тут. То есть персонаж держит предметы в воздухе, и это получается он по-любому же призрак. Но именно вот таких малышей у нас не получается сделать. Ладно, я их уберу, чтобы они никуда не исчезли. И буду выходить из торгового центра. Следующая локация, друзья, находится в самом-самом конце. Там, где нарисована палаточка. Мне сказали, прикольный лайфхак с очком. Ой, а здесь какая-то коробочка. Ого, ничего себе, шкалаточка! Этот подарочек мне оставил. Прикольный, очень неожиданно. Вот так вот мы подкрепились по ходу делом. И смотрите, ребят, здесь есть сачок. С помощью этого сачка мы можем ловить бабочек. И не только бабочек. Кстати, вы вот так вот их ловите, потом отпускаете, можете снова поймать. Это очень прикольно и забавно. Также вы можете ловить пчелок. Да мне кажется, можно кого угодно здесь поймать. А зайчика? Нет, зайчик, конечно, не сядет. Он слишком большой. Мы его даже туда затолкать не сможем. Ой, бедный зайчик. Но я думаю, сюда ничего больше не поместится, только какие-нибудь насекомые. Если персонажа наводить на эту бабочку и пчелку, то они тоже сюда не залетают. Мы можем это делать, только наводя сачок. И я даже не знаю, сможем ли мы посадить сюда их. То есть взять, допустим, бабочку. Нет, вот отдельно бабочку в сачок затолкать мы не сможем. И пчелку тоже. Только с помощью сачка мы их можем смахнуть. Пользуйтесь, друзья, этим лайфхаком. И, кстати, если вы положите вот так вот сачок, то они тоже там будут летать. Такое ощущение, что они там дерутся. Я не знаю, что они там делают. Выходим из этой локации. И сейчас, друзья, загрузимся в балетную школу. Мне сказали взять на руки малыша и попытаться сделать действие вот на этом коврике. Я думаю, это будет выглядеть очень забавно. Особенно с новыми малышами. То есть персонаж будет боговаться вот таким вот образом. Посмотрите, друзья. Когда он делает такое действие, малыш как-то переворачивается, приклеившись к ногам моей девочки. Это выглядит очень странно. Очень мега странно и боговано. Так вы можете попробовать совершенно любое действие. Первое действие, она вот так вот на одной ноге. Здесь подпрыгивает. И во всем этом моменте мальчик непонятно как держится. Он то ли приклеен к ней, то ли держится за нее. Чтобы не упасть. Ей-то пофигу, Мороз. Она там танцует. Представляет себя мега классной балериной. Профессиональной. Но по моему мнению, самое смешное действие, конечно же, третье. Где малыш просто вообще переворачивается. И как-то даже отрывается от моего персонажа. И это так боговано смотрится, друзья. К счастью, никакие персонажи не пропадают, призраками не становятся. Поэтому, друзья, можете попробовать этот лайфхак. Он выглядит очень даже забавно. Я думаю, такое даже сработает в зоне с йогой. Попытаемся присесть. И сделать какие-нибудь действия. Вот так вот мы с малышом занимаемся йогой. Ничего необычного. Ребят, он сидит на моем колене. Здесь мы на попе вместе. Тут он опять как-то летает в воздухе. А если я на одной ноге буду стоять, он будет на моей ноге тоже сидеть. Короче, малыш прилипает к персонажу. Ребята, это опять смешно выглядит. Но посмотрите, разве это не прелесть? Какие у нас еще есть локации? Я знаю, есть больница. Прикольное действие. В самом-самом начале. Давайте пролистаем карту. И достанем персонажа. Вот здесь, друзья, есть коврик. Персонаж падает. И малыш падает вместе. Ой, подождите. Мне показалось. Или у него там что-то просвечивает. Ребят, я не знаю. Это самые странные действия. Здесь малыш вовсе опять как-то забаговался. И летает в воздухе. Сидит рядом со мной. Очень необычные действия. Пишите в комментариях, где еще можно побаговаться с малышом. Я обязательно попробую. Давайте уберем его. И будем выходить из больницы. Следующая локация, куда мы отправимся, это пекарня. Меня научили печь обычных хлебушек, друзья. Листаем карту вправо. Находимся в зоне с готовкой. Для хлебушка собственного нам нужна только мука. Мы закидываем котику. И он замешивает тесто. Все, друзья. Вот эту вот муку мы отправляем в печку. А где мука? Подождите. Ой, я формочку и отправила. Как всегда, ребят, все пошло не по плану. Остерегайтесь этих формочек. Мы просто закидываем тесто. И таким образом получается хлебушек. Посмотрите, какая это прелесть, ребят. Мы теперь можем печь собственный хлебушек. Жалко то, что это не багет, но тем не менее, хлебушек получается. Давайте сделаем два батона. Вот я еще один испеку. В принципе, вы можете разокрасить этот хлеб. Добавить какие-нибудь взбитые сливки. Ну вот, ребят, посмотрите. Здесь есть такие вот коробочки. Вы можете выложить другие пироженки. Переложить их. А здесь продавать собственный хлебушек. Почему бы и нет? Мне кажется, это тоже прикольно смотрится. И пригодится для какого-нибудь фильма или сериала. Вот так вот вы торгуете хлебушком. Ну что это у тебя за удивленные действия-то одни? А есть какое-нибудь адекватное? Диана их только нюхает. Ну тут она и вовсе с подносом упала. Девочка моя, не падай духом. Конечно, вы можете также и багет найти. Правда, багет что-то не помещается назад. Слишком все завалено. Почему мы не можем багет убрать? Ладно, буду торговать только своим хлебом. Покупайте свежий хлеб. Вы сами видели. Только из печки. Поставим эту коробочку и выйдем из пекарни. Следующее место, куда мы отправимся, это вокзал. Тут полно подарочков. Я вам, кстати, уже показывала выпуск. И есть вот такая монетка. Если мы ее закинем в автомат, то будем получать подарочки. Все эти подарочки вы здесь видите. Мне подсказали лайфхак с этими подарочками. Оказывается, если мы передадим подарочек в руку и перезайдем в какую-нибудь локацию, допустим, вот в эту с палаткой, достанем персонажа, то подарочек изменится. Но у меня он не поменялся. Подождите. А в чем тогда прикол? Вот, посмотрите, ребят, подарочек поменялся. Стоп, а у меня он тогда изменился? Мне кажется, нет. Почему я такая невнимательная? Я не знаю. Давайте снова отдадим какой-нибудь подарочек. Допустим, этот же подарочек передадим. И перезайдем в локацию. Вот в эту вот. Да, здесь теперь у меня уточка. А что если мы возьмем два подарка? Давайте попытаемся это сделать. Смотрите, у меня уникальный подарочек. Который в единственном роде. Так, его я оставлю. Был один, стало два. Давайте использовать те подарочки, которых у меня больше. Вот эти два подарочка я забираю. И перехожу в локацию. Интересно, поменяются ли они вместе? Да, у меня поменялись подарочки. И еще один уникальный. А как же его сохранить? Он же сейчас, наверное, обратно поменяется. Ребята, я не хочу, чтобы он поменялся. Да, у меня сохранился грибочек. Ребята, посмотрите, какая прелесть. Теперь вы точно можете собрать всю коллекцию. Или сделать какое-нибудь определенное число. В данном случае у меня здесь три лягушки, три этих грибочка, утенка. Этих по четыре. Надо будет просто еще по четыре собрать. И будет вся коллекция. А карточку я могу сейчас ставить? По-моему, нет. По-моему, у меня вечером она. Да, только через шесть часов, друзья. Я здесь продолжаю скапливать подарочки. Они у меня размножаются вот в этих шкафчиках. Бутылка с водой, палки. Я все это вытаскиваю, ребята. И скапливаю подарочки, да. Я все еще не обновляла игру. Друзья, держусь до последнего. Но чувствую, скоро придется это сделать, потому что буду снимать новый сериальчик. Мы перешли к самому сладенькому. Как же вызвать снег в Аватар Ворлд? Что для этого нужно сделать? Как вообще делать здесь крутые видосики или классные фотошопы? В этом нам поможет танцевальный клуб. Давайте сюда загрузимся. И достанем персонажа. Вот эта вот стенка, на которой я снимаю несколько видео. И также делаю снимки. Смотрите, ребят. Зеленая стена это хромакей. С помощью хромакея мы можем сменить фон или вызвать снег. Для этого нам нужно найти какое-нибудь видео в интернете на зеленом фоне. И в программе монтажа применить эффект. На белом фоне я обычно делаю обложки. То есть вот так вот ставлю персонажа и фотографируюсь. Вы спросите, почему не на зеленом? Это же можно делать также на зеленом фоне. Просто когда вы фотографируетесь на белом, у вас не видно никакого зеленого цвета. Может быть только у меня так получается. Но на фотошопе хорошо получается именно на белом фоне. Вы просто наводите краску сюда. То есть изначально у вас полностью такая вот пустая стена будет. И чтобы ее подготовить, нужно взять баллончик зеленой краски и вот так вот закрашивать стенку. Сейчас я поняла то, что здесь не хватает именно вот вариантов. Только боку у вас три варианта, где вы можете разукрашивать стену. Большим, мазком, маленьким или средним. Здесь, ребят, придется потрудиться и минуток пять потратить на то, чтобы закрасить всю эту стенку. Но когда вы ее подготовите, то у вас будут очень легкие и классные съемки. Таким вот способом вы замазываете все неровности. Все уголочки замазываете. И ваш хромакей готов. А вторую стенку закрасить надо белым. Ну или каким-нибудь другим цветом. Вообще можете, ребят, совершенно любые цвета делать. Не обязательно мою стенку повторять. Я лишь делюсь своим лайфхаком. И показываю вам, как происходят мои съемки. Не зря же в интернете вы найдете видео тоже на зеленом фоне. Потому что эффект хромакея променяется на зеленый фон. Но также еще на синий. Но в основном на зеленый будет легче. Смотрите. Еще один лайфхак. Здесь есть вот такие вот коврики платформы. И чтобы персонаж делал какие-нибудь классные позы танцевальные. Вы можете встать на этот коврик и также вот навести персонажа сюда. Вам даже не надо держать этот коврик. Вы просто его ставите. И потом поместить персонажа на какой-нибудь прикольный фон. Где он суперзвезда и танцует на сцене. Это определенный разнообразит ваши фильмы и сериалы. Надеюсь я помогла кому-нибудь с этим лайфхаком. И вы будете им пользоваться. Снег вы также можете сделать за окошком. Для этого нам нужно просто открыть окошко. Взять тот снег который мы выбрали. И поместить за это окошком. То есть вы берете снег и просто его обрезаете. Вот таким вот образом у нас пошел снег за окошком. И я думаю это мега круто и классно. Ребят пишите в комментариях что вам еще можно рассказать. Если вы хотите научиться каким-нибудь фишечками. Нужно ли делать может быть отдельные подробные видео. Как этим хромакеем пользоваться. Или вы все поймете сами. Женщина как-то зависла над стеной. Как всегда ребят заканчиваю выпуск в багах. Но они нас радуют и нельзя отрицать. Они забавные согласитесь. Многие баги очень смешные. Видео подходит к концу. Всем большое спасибо за внимание. Я вас всех очень сильно люблю. Желаю мира, добра, позитива. И много вкусной пиццы. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok